Приветствую вас на первом циничном канале. Друзья, в ближайшее время первый циничный канал обещает перешагнуть психологическую отметку. 50 тысяч подписчиков. Не хватает 2 с небольшим тысячи. И я думаю, что в кратчайшие сроки, где-нибудь за 2, максимум 3 недели, мы эту цифру доберем. Потихонечку, тихим сапом доберем. Но уже то, что есть на данный момент, без буквально 100 человек 48 тысяч, это достаточно серьезный показатель. Фактически у нас с вами собственное средство массовой информации. Да, именно так. Не у меня, а у нас с вами. Ну, во-первых, потому что все это создано не только мной, но и вами. И во-вторых, потому что это может быть полезно не только мне, но и вам. Что касается создания, многие помогали, начиная дизлайком, это тоже помощь. Да, действительно, эта помощь это тоже продвигает. И кончая очень серьезным распространением информации в реальном мире. Что, конечно, намного ценнее даже, чем распространение в сети. Хотя и в сети тоже распространение может быть разное. Там те же репосты, это серьезное распространение. Лайк, дизлайк, ну минимально Так вот, это во-первых, то есть создавали всем миром, так сказать Во-вторых, канал может быть полезен действительно не только мне, но и вам Он может решать очень неплохие проблемы И сейчас я хотел бы, во-первых, сказать, насколько он может быть полезен Во-вторых, чем именно Что касается количественного показателя, насколько Это примерно хороший кабельный канал, уровень Если не выше, это я еще, может быть, скромно беру Давайте представим, что существует некий кабельный канал К примеру, у него зона покрытия, ну такой вот средний город российский, не миллионник Пусть будет Тула, мне город этот роднее Пусть будет Тула, это примерно 300 тысяч населения Итак, у нас есть кабельный канал, который бьет на всю Тулу Сколько конкретно будет показано, не знаю, конкретного контента То есть вот этот сюжет на этом канале Контента на канале, на кабельном 300 тысяч населения Давайте подумаем, вот пошел сюжет на кабельном канале сколько его людей посмотрит, сколько людей сейчас вообще смотрит телевизор в данную секунду, сколько туриков в Туле смотрит телевизор. Я думаю, что где-то каждый восьмой примерно, потому что в среднем сколько человек смотрит телевизор в день. Кто-то часа 3-4, 5 часов просиживает, кто-то вообще уже отказался от телевизора. Я думаю, что в среднем получится часа 2-3, средний человек смотрит телевизор. Светлый день, активный день, это где-то 15 часов. Поэтому вот и мы получаем. Каждый седьмой, каждый восьмой примерно смотрит телевизор. Дальше. Сколько из смотрящих телевизоров в данный момент будет смотреть именно этот кабельный канал? А не какой-то центральный канал, другой центральный канал, другой кабельный канал. Сколько? Ну пусть каждый, не знаю, пятый. И то это я много беру, потому что каналов-то намного больше. Каждый пятый будет смотреть этот канал. Итого, каждый восьмой вообще смотрит телевизор, из них каждый пятый смотрит этот канал. Итого каждый сороковой посмотрел сюжет на канале Это я очень жирно взял, на самом деле меньше Итак, 300 тысяч населения каждый сороковой посмотрел Меньше 10 тысяч просмотров И то просмотров это в кавычках Меньше 10 тысяч показов конкретного контента На первом циничном, если вы посмотрите, то сейчас ролики набирают где-то больше 10 тысяч за 3-4 дня Если посмотреть общую статистику, 5 миллионов с лишним просмотров Тех видео, которые там выложены 320 с чем-то видео То есть получается, что даже, по-моему, чуть побольше 15 тысяч в среднем приходится на видео 15 тысяч А там мы с вами посчитали, что меньше 10 тысяч Но самое главное 15, 10, чего? Для того, чтобы посмотреть видео на первом циничном канале, как это обычно происходит Вам, заинтересованному уже человеку, приходят уведомления, вы смотрите Или же кто-то выходит, допустим, не зная первого циничного канала, выходит в YouTube Ага, прочитал название ролика, щелкнул, посмотрел То бишь, сделал просмотр Что такое показ кабельного или же центрального телевидения? Вообще любого телевидения? Это не просмотр, это показ Домохозяйка там, не знаю, морковку стругает Тут же телек работает фоном Она не улавливает информацию Основная масса людей, которые смотрят телевизор, информацию не улавливают Я это очень хорошо понял, когда у нас на канале выступил Иван Сухов, многоженец После этого нас пригласили на НТВ И я, конечно, думал, сейчас каналчик-то взлетит Думаю, здорово, нигде о нем особой информации нет, кроме как на первом циничном Он светится на центральном канале Все кидаются, миллионы людей кидаются смотреть, что же это за Иван Сухов И канал взлетает, я думаю, здорово И Ивана поднимем, и, как говорится, свою выгоду не упустим И что вы думаете? Я напилил там отрезков его интервью Глухарь Идет передача по НТВ, я жду, жду, когда канал начнет взлетать Ничего нет Миллионная публика Понимаете? Когда люди смотрят тоже НТВ То они там продолжают дальше заниматься своими делами Или же это уже такая публика, что он просто вот смотрит У него в одно ухо вылетело, в другое вылетело То есть уже даже пропаганда не работает Все, полная дебилизация Поэтому это люди, которые не лезут искать информацию в интернет И ничего не взлетело Чего так сейчас бесится власть? Почему там того же Навального Так вот подкалывают, называя там не политиком, а блогером Блогер Навальный сказал то-то Как бы политикой его уже похоронили Да потому что, друзья мои Сейчас топовый блогер Больше соответствует понятию политик Нежели то, что принято по старинке называть политиками У политиков нет таких инструментов У них есть показы Да, они берут какую-то чистоту, они фигачат показы Но их публика это Да, и все Она не воспринимает уже информацию И только как раз у блогеров есть возможность делать показы Просмотры Просмотры, а не показы Поэтому стараются их и вербовать Поэтому и злятся на тех, которые не вербуются Потому что нету Такого рычага у власти Так вот Как я уже доказал, можно сказать У нас с вами сейчас под рукой Аналог кабельного канала Который бьет, наверное, тысяч на пятьсот населения Это очень серьезное средство массовой информации Ну а теперь перехожу к главному Каким образом вам, каждому из вас это может помочь Мне сейчас очень многие комрады пишут Жуткие, абсолютные истории Вот так на работе Вот такой беспредел на работе Вот такой в школе Вот буквально прислали школьники Из одной из донецких школ Видео Где учитель Ну такой быдлоучитель откровенно Разговаривает вот на соответствующем языке С учеником В ближайшее время я это видео опубликую Очень много пишут Очень много пишут, жалуются Но, друзья Снимайте и присылайте видео Сейчас Я уже сказал Блогер это больше чем политик Современный Сейчас больше всего боятся огласки Обнародования И в плане обнародования Канал очень неплохой Он сильнее чем канал В чем-то он превосходит даже центральное телевидение Потому что и у центрального телевидения Есть миллионы показов Ну сколько просмотров Большой вопрос Присылайте видео Не важно кто вы Допустим вы самый юный зритель Первого циничного канала И с вами как со скотиной общается учитель Снимайте это На телефон На камеру Не важно Снимайте, присылайте Посмотрите вот эту учительницу теперь Которую там Дети ей показались убогими Бедными Во всех отношениях бедными Да, с одной стороны Она там богиней себя считала Кто она Кто вот перед ней Это она им одолжение делала Что она вообще их обзывала как-то Давала, так сказать Приобщиться к своему глазу божественному И что теперь? Теперь ее хорошенько таскают Там уже прокуратура занялась вопросом А почему? А если бы родители написали директору жалобу? Там просто была бы отписка Неправы А потом этого же ребенка начали бы гнобить А сейчас уже хорошо припекло Поэтому Если вы ученик Я просто через это прошел Учителя общаются как со скотиной Снимайте Делайте пруфы Без доказательств невозможно Присылайте Буду публиковать это видео Да, разумеется, буду соблюдать требования Некоторые требования закона Есть некоторые требования Действительно законодательные Которые регламентируют публикацию видео Заштрихуем где надо Где надо уберем Кого надо Но в рамках закона Будем публиковать доказательства Больше всего этого боятся Вот раньше больше всего КГБ боялись А сейчас больше всего боятся лицедеев Публики, гласности Лицедеи рулят на сегодняшний день Поэтому Если вы ученик То вы скорее всего Самая бесправная единица населения Во всех остальных вырастите Дальше не знаю Будет там учеба в ВУЗе Уже полегче Работа уже полегче Там сдачи давать можно Но вот самое бесправное существо Это ученик школы Поэтому в первую очередь Я обращаюсь к вам Присылайте видео Присылайте Где с вами говорят Как со скотиной Где у вас вымогают деньги На очередные нужды класса Которые могут выражаться Там в дне рождения учителя Директора Кого угодно Снимайте Записывайте Присылайте Будем публиковать Дальше Работодатель Ну а дальше все собственно Вся остальная жизнь Работодатель Чиновники Все что можете Присылайте Публикация на канале Почти 50 тысяч Это уже что-то Да это не топовые каналы Того же Камикадзе Или Навального Но я думаю Что там у ребят Большая очередность На публикацию таких видео А здесь пока что Есть возможность Публиковать практически Всю стоящую информацию Если получится Создать нормальное видео То вполне возможно Ну не вполне возможно А я его точно опубликую Потому что я думаю Там уже Камикадзе Присылают сотни И он публикует Коплю в море Ну вот Этот канал был создан нами И пусть он теперь Послужит для Наших нужд Если у кого-то Есть какие-то соображения Относительно Видео Не только компроматных видео Как я сказал Вот сейчас ожидаю Видео Пособия По поводу больничного Каким образом Можно все-таки Долго на больничном сидеть В ближайшее время Думаю Будет информационная поддержка Очень артхаусного фильма Один из Камрадов Мужского движения Снял фильм Сейчас он будет На конкурсе В Соединенных Штатах Поэтому не обнародуется Как только Конкурс отыграется Скажем так Как только это будет можно Будем делать информационную поддержку На первом циничном канале Фильм на тематику Мужского движения То же самое То же самое Что со средствами массовой информации Как там пропаганда уже загнила Так загнил и официальный кинематограф Там есть деньги Там долбанная пропаганда Там спецэффекты Хорошее оборудование Но К сожалению Отсутствие идей и мыслей И сейчас Поднимается В Европе уже хорошо поднимается А у нас Только начинает подниматься Вот эта идея Создания фильмов Снятых на камеру Мобильного телефона Артхаусных фильмов Где нету спецэффектов Где нету практически ничего Кроме идеи Как раз того Чего не хватает Официальному кинематографу Не только российскому Но и голливудскому В том числе Просто там пропаганда Немножко иная И денег побольше Вот и все Поэтому Присылайте Присылайте видео И самое главное Не бойтесь Не бойтесь Всех этих чертей Снимать И выкладывать в сеть С первого циничного Будет очень неплохой старт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому